Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Ввиду обстоятельств неопреодолимого характера, в частности, моей долгой продолжительной болезни, в результате которой я, не приходя в сознание, вновь вернулся к работе, я пропустил два выпуска «Камчатка. День за днём». Напоминаю, что в этих выпусках на моём канале я на материалах старых газетных публикаций и иногда старых документов рассказываю о том, как жил полуостров в разные годы века XX в эти самые дни. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Нынешний выпуск компенсирует ваши страдания. Вы узнаете, как жила Камчатка в конце апреля и в начале мая. И сегодняшние наши увлекательные изыскания поведают о том, что происходило на полуострове с 29 апреля по 6 мая включительно в разные годы века минувшего. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным чтениям. Камчатский областной совет трудового народа объявляет для всеобщего сведения, что селение Кол Петропавловского уезда переименовано в селение Привольное. Подписи. Председатель совета Маловечкин, заведующий канцелярией Щербаков, делопроизводитель Павлов. Последний день четвертого месяца года, второго месяца весны. 1983 год. Газета «Камчатская правда» опубликовала заметку из поселка Октябрьского, усть Большеретского района. Заметка называется «Скажем нет». Жители поселка Октябрьской собрались на литературно-музыкальную композицию «Скажем нет», подготовленную участниками Клуба интернациональной дружбы средней школы номер один и вокально-инструментальным ансамблем «Завода». «Завода» имеется в виду некогда существовавший рыбоконсервный завод. Звучали стихи Джалиля, Асеева, Кугультинова, а на экране кадры жертв фашизма атомной бомбардировки Хиросимы. Конечно, в 1983 году нужно было яростно, неистово бороться с событиями, произошедшими почти за 40 лет до того. Затем сценическое действие, пишет газета, перенеслось в Америку сегодняшних дней. Жители познакомились с творчеством американского поэта Сигера. Исполнены его известные песни «Встанем вместе» и «Снег, снег», посвященные пролетарскому интернации анализму классовой солидарности. Но это не точно. На экране стадион в Сантьяго, превращенный в концентрационный лагерь. Звучит песня Виктора Хары «Плач гитары» в исполнении Евгения Портинова. Это к вопросу о пробывании мозгов большевистскими пропагандонами. Это к вопросу о том, как из русских людей на окраине Руси делали красных зомби. А мы продолжаем наше чтение. И теперь у нас первый день мая. 1923 год. Газета «Полярная звезда» публикует стишок краснобандита Виталия Толкачева, более известного, под кличкой Кручина. Толкачев был графоманом. Когда он редактировал газету «Полярная звезда», то в каждом номере газеты появлялись один, два, три, четыре, пять его стишков. Естественно, ни на какое самостоятельное творчество он не был готов. Ну, потому что не умел по бездарности. А вот перепевать чужое это большевистский дурачок был завсегда рад. Стихотворение «Первый май». Прочитаю кусочек. Идет, цветет веселый май, шумит, гудит свободный край, кричит, зовет, иди, встречай, рабочий люд, свой праздник май. Вздымай, неси, пусть видит враг, что вьется твой победный стяг. Пусть знают все, что ты могуч, жива душа, в ней света луч и так далее. Неумелая подделка под знаменитая идет, гудет зеленый шум. А мы продолжаем наше чтение. Следующая заметка опубликована 3 мая 1942 года в газете «Камчатская правда». Не в один год второго мая, даже в до большевистское время, газеты на Камчатке не выходили, поэтому этот день мы пропускаем. Итак, 3 мая 1942 года века милувшего, газета «Камчатская правда» публикует заметку «Колхозники обязуются перевыполнить увеличенный минимум трудодней». «Я с радостью встретила новый закон», сказала колхозница Мышакина на собрании членов сельхозартели «Вторая пятилетка» село Коряки Петропавловского района. Приветствую партию и правительство за то, что они постоянно заботятся о колхозниках. Постановление поможет нам добиться высоких урожаев. Что может помочь добиться высоких урожаев? Организация труда, техника, но никак не постановление. Здравствуй, Родина моя, вышедзнамя взвейся. Впрочем, могли ли об этом знать красные? Нет, не могли. Они предпочитали бегать с лозунгами «Взвейтесь, да развейтесь». А мы продолжаем наши чтения. 4 мая, год 1940-й, та же самая газета «Камчатская правда» пишет. В полном разгаре весенняя охота на торбоганов в Быстринском районе. Охотник, он же бригадир, оленьего табуна номер 8 Ановгайского нацсовета товарищка Ярков убил 6 торбоганов. Вкусное мясо пошло на питание охотников, шкуры сданы в контору Даль за год Пушнины. 5 мая 1941 года и вновь газета «Камчатская правда» публикует короткую статью «Наш лучший фотокорреспондент». Вызовы к больным, даже если это связано с длительными выездами в отдаленные районы области, никогда не застают врасплох знатного хирурга Камчатки Андрея Степановича Сидорчука на самолете или на собаках, на лошади или пешковод безотказно трогается в путь, туда, где нужна его помощь, помощь опытного замечательного врача. Ни одну жизнь спас Андрей Степанович, и за это пользуются населения Камчатки большой любовью. Будучи в районах полуострова, Андрей Степанович воочию сталкивается с исключительными природными богатствами Камчатки, встречается с коренными жителями, знакомится с их напряженными интересным трудом на охоте, на рыбной ловле, в поле. Все это он умело, со вкусом запечатлевает на пленку своего фотоаппарата. В альбомах Андрея Степановича много интересных снимков. Некоторые особо интересные он присылает к нам в газету, чтобы через нее рассказать трудящимся нашей области о величии, богатстве и красоте родной для нас Камчатки. Это точно. И последняя публикация, с которой мы познакомимся сегодня, это короткая информация, опубликованная 6 мая 1935 года, опять-таки на страницах Камчатской правды. По приказу нарком пищепрома товарища Микояна, 14 апреля в Севастополе закрыт спиртоводочный завод. Все оборудование его перебрасывается на Камчатку, в Петропавловск, где будет строиться водочный завод мощностью 400 тысяч декалитров в год. Ну, как вам это? Большевики спаивали русских на околицах империи, бывшей Российской империи, ставшей Советским Союзом. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится регулярно смотреть выпуски Камчатка день за днем, рассказывающие о том, как в разные годы века минувшего жил полуостров. Пишите комментарии. Кстати, любой из вас, кто сделает пожертвование на развитие канала, сделает свои донаты на номер карты, указанные в описании под роликом, будет принимать участие в розыгрыше одного из моих фотоальбомов. Первый участник розыгрышей альбом уже получил и ссылку на этот ролик, где подписчику вручается альбом, где я лично вручаю альбом, ссылка на ролик находится тоже в описании. А если вы здесь впервые, то пожалуйста выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok